Путь к торжественному открытию Бухдолги. Строительство экологической тропы началось еще в прошлом году. Комфортный для пеших туристических прогулок деревянный настил накрыли по пути от дороги общего пользования, где обычно паркуются автомобили гостей парка, и до памятника природы областного значения – двух древних сосен, которым более 350 лет. Лишь несколько сосен такого возраста сохранились во всей Европе. Всего длина тропы около километра. Но за эти тысячу метров можно и немало узнать об истории Бора и познакомиться с выдержками из исторических и литературных трудов тех, кто сотни лет назад здесь был. Но самое главное – погрузиться в абсолютно уникальную атмосферу жемчужины Бузулукского края. Все наши задумки были связаны с тем, чтобы создать парк, удобный для детей, и в первую очередь для наших будущих поколений, для взрослых. И не просто, где будет людям приятно находиться, отдыхать, но и, наконец, осознать важность бережного отношения к природе, сохранению этого уникального места. В этом году отмечается 15-летие парка. И открытие экотропы «Царь-бор» стало символичным подарком к его юбилею. Если только за прошлый год официальных посетителей экскурсии нацпарка было порядка 5000 человек, то в этом году ожидается, что поток увеличится в разы. Чудесно, что здесь реализована идея сохранения, не просто, наверное, сохранения, а такое очень бережное отношение к природе, потому что использованы местные природные материалы, и в основном сухостой. И здесь столько любви, креатива. Спасибо большое, Андрей Александрович, вашему коллективу. В целом же за пять лет существования парка и его администрации удалось закончить все землеустроительные работы. Перевести земли из категории лесного фонда в земли особо охраняемых природных территорий. Также губернаторы Оренбургской и Самарской областей подписали распоряжение по созданию охранной зоны вокруг парка. Напомним, национальный парк, созданный в 2007 году, единственный в Степном Заволжье лесной массив, состоящий из эликтовых сосен, и внесен в красный список Всемирного союза охраны природы. Анна Всюрина, Антон Полянский, Новости дня.